МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За истекшую неделю вышли 53 печатные публикации федеральных и региональных СМИ, 19 телевизионных и радиосюжетов, 169 публикаций и сообщений в интернете. В центре внимания средств массовой информации на этой неделе было выступление 21 сентября председателя счетной палаты Сергея Степашина на пленарном заседании Госдумы по вопросу об исполнении федерального бюджета за 2009 год. Очень важно, что впервые с момента введения в действие бюджетного кодекса в 2000 году рассмотрение отчета правительства об исполнении бюджета предваряет рассмотрение бюджета на следующий бюджетный цикл. Это позволяет нам не только подвести итоги минувшего бюджетного года, но и извлечь уроки для формирования бюджетной и экономической политики на предстоящий период. Так вот, в прошлом году на финансирование под программы автомобильной дороги, я сейчас приведу вам две цифры, внимательно обратите на них внимание, было израсходовано ни много ни мало 241 миллиард рублей. А протяженность автомобильных дорог федерального значения увеличилась на 192 километра, или на 0,4%. Опыт реализации таких крупных инвестиционных проектов, как подготовка к Олимпиаде в Сочи, саммит от Тесла в Владивостоке, показывает, что именно из-за проволочек при решении вопроса с оформлением земли и отселением граждан происходит затягивание сроков строительства, что, как вы прекрасно понимаете, очевидно ведет к неоправданному увеличению бюджетных расходов. На реализацию совместного проекта с рядом отечественных металлургических компаний в сфере разработки высокопрочных трубных стали из федерального бюджета был выделен примерно 1 миллиард рублей, или чуть меньше четверти от общей суммы. По итогам, кстати, реализации проекта, не все так плохо здесь, был получен совокупный доход в сумме 12 миллиардов рублей, который был полностью распределен между участвующими проектами и металлургическими компаниями. Государство ничего не получило. По итогам нашего жаркого лета и большого ущерба от пожаров, хотел бы также обратить на проблему повышения, очень коротко буквально, повышения эффективности расходов на переозначение федеральной противопожарной службы, особенно в регионах и муниципалитетах. И, опять же, особенно, прошу прощения за тавтологию, служб лесного хозяйства, загрузка мощностей ликероводочных заводов в основных регионах, вы знаете, какие основные регионы, Северный Кавказ, снизились до уровня менее 30%, обращая внимание на эту цифру, что косвенным образом свидетельствует об увеличении объема нелегального производства. В связи с этим было бы целесообразно, я еще раз, товарищ депутат, обращаюсь к вам и к нашему правительству, вернуться, одну минуту мне, пожалуйста, вернуться к рассмотрению сформулированной еще несколько лет назад предложения счетной палаты о переносе центра тяжести налогообложения в этой отрасли на производство спирта. В начале недели в Хабаровске делегация счетной палаты приняла участие в российско-китайском семинаре по проблемам аудита в области охраны окружающей среды. Вопросы природопользования и мониторинга водной среды бассейна реки Амур, возглавляющий российскую делегацию аудитор счетной палаты Михаил Одинцов, обсудил также с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом. В ходе заседания коллегии счетной палаты 17 сентября рассматривались результаты проверки законности и эффективности распоряжения движимым имуществом государственной казны. Было установлено, что совокупный объем средств федерального бюджета, вложенных в уставные капиталы юридических лиц, как движимого имущества казны, достигает 4 триллионов рублей. При этом за 2007-2009 годы расходы только открытой части бюджета на указанные цели составили 2 триллиона, включая имущественные взносы в госкорпорации. А стоимость движимого имущества в виде акций в капитале юрлиц отражена в бюджетной отчетности в сумме почти 4 триллиона рублей. Таким образом, правительство России реализует возможности учета данного вида имущества казны. В воскресном эфире итоговой программы 19 сентября телеканала НТВ заместитель председателя счетной палаты Валерий Горегляд рассказал о злоупотреблениях при подготовке наших спортсменов к Олимпиаде в Ванкувере. Выявили достаточно большое количество фактов, которые являются нарушением существующего законодательства и считаем, что вполне возможно за этим кроется какой-то корыстный умысел. 21 сентября вышел в свет восьмой номер бюллетени счетной палаты за 2010 год. В нем опубликованы выступления председателя счетной палаты Сергея Степашина на встрече руководителей ВОВК ШОС о роли высших органов финансового контроля в реализации антикризисных программ. Отчеты о результатах проверки итогов приватизации федерального имущества в 2008 году. Об эффективности государственных капиталовложений в социально значимые объекты Челябинской и Магаданской областей. О том, как пенсионный фонд улучшал материально-техническое обеспечение и совершенствовал работу с кадрами. О проверке возможности эффективности банкротства государственного племенного зверособхоза «Пушкинский». Электронная версия бюллетеня размещена на официальном сайте счетной палаты. В середине недели заместитель руководителя аппарата счетной палаты Валерий Семеченко поздравил коллектив Государственного архива Российской Федерации с 90-летием этого учреждения и вручил его сотрудникам памятные подарки. «Конечно, ваша работа, которую вы посвятили свою жизнь, любите ее, соприкасаясь с историей, с ее страницами и славными, и с историей подвигов, и с историями со страницами, которые до сих пор без слез не вспоминают наши люди. Это очень важная работа». 22 сентября в Новодевичьем монастыре Сергей Степашин поздравил с 75-летием одного из ведущих иерархов Русской Православной Церкви митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия и вручил ему почетный знак Императорского Православного Палестинского Общества Орден Великого Князя Сергия Александровича. А в четверг, 23 сентября, в счетной палате состоялось открытие выставки работ народного художника России Василия Нестеренко. «Я рад, что мы здесь сегодня открываем эту выставку, потому что это действительно искусство. Это искусство, связанное с историей нашей страны, нашей церкви, нашей культуры. Это искусство великого художника. И, пользуясь возможностью, я хотел бы поблагодарить Василия Нестеренко за то, что он согласился поучаствовать в росписи Сергея Подворья в Иерусалиме, которое, как вы знаете, ну, я полагаю, все знаете, возвращено в лоно и Русской Православной Церкви, и Императорского Палестинского Православного Общества, которое я возглавляю, и, самое главное, нашей страны. Кстати, мы нашли уже и средства, Василий, я вам докладываю, немалые. Так что ваше произведение увидит и святая земля, и святой Иерусалим. Русской Православной Церкви Русской Православной Церкви